Штраф протесту не помеха. В казахской столице Астане протестуют чуть ли не каждый день. Поводы у каждого разные. Гражданского активиста Мохамбета Абжана вызывают в суд уже второй день. Пытаются вменить организацию вчерашнего митинга против ввода российских войск в Крым. Акцию протеста Мохамбет провел в одиночку, что не противоречит национальному закону о митингах. И теперь казахстанская эфемида второй день ломает голову, как наказать Абжана. За призыв защищать нашу родину судить человека нельзя, потому что предмета такого нету не в кодексе об административных правонарушениях, нет в уголовном кодексе. То есть это не преступление и это не правонарушение. То, что меня привезли сюда, держали вчера несколько часов в РОУД, сегодня три часа меня с утра продержали. Я считаю, это нарушение Конституции и кодекса об административных правонарушениях. Я буду подавать жалобу на этих людей в погонах пока казахстанских и буду требовать, чтобы их наказали. А это уже другая акция протеста, которая случилась накануне. Двое активистов движения антигиптил Сакенбайкенов и Максат Нурубаев пытались сжечь имперский флаг перед российским посольством в Астане, но были также задержаны и оштрафованы на незначительные суммы. Однако протестуют казахстанцы не только по поводу возможной войны на Украине. Блогер из Алматы Нурали Айтиленов одним из первых в Казахстане вышел протестовать перед резиденцией президента Назарбаева, известного своими авторитарными методами правления. Нурали требовал освободить из-под стражи своих соратников Андрея Цуканова и Дмитрия Щелокова. Опять арест и штраф. Свободу политарестантов! Не пойду! Не пойду! Свободу гражданским журналистам! Дмитрию Щелокову! Андрею Цуканову! Акции протеста, причем персональные, новый политический тренд в Казахстане. Диапазон требований протестующих колеблется от политических до сугубо личностных. Пока протесты носят ненасильственный характер, но, как показывает жизнь, большое начинается с малого. Держи, 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 держи.